СТРЕЛКОВОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ Выдающимся разработчиком отечественного автоматического оружия был Владимир Григорьевич Фёдоров. Весной 1911 года автоматическая винтовка Фёдорова выдержала первую проверку, а летом 1912 года прошла и полигонные испытания. Одновременно испытывалась и хорошо показавшая себя винтовка конструктора стрелкового оружия Фёдора Васильевича Токарева. Вместе с отечественными системами испытания прошли и восемь иностранных оборцов, но ни один из них не был оценен положительно. Это была большая победа русской школы оружейников-автоматчиков. Но с начала Первой мировой войны решением правительства работы по совершенствованию автоматических винтовок были прекращены. Только в 1916 году автоматами удалось вооружить специальное подразделение и отправить его на фронт. Это было первое в истории войн подразделение автоматчиков. В то время их не имела ни одна армия мира. В конце войны автоматическим системам Фёдорова стала вооружаться авиация. Одним из учеников из подвижников Фёдорова был Василий Алексеевич Дегтярёв. В 1927 году на вооружение Красной Армии был принят пулемёт, на котором стояла марка ДП – Дегтярёв пехотный. После этого Дегтярёв начал работать над созданием отечественного пулемёта для авиации. В марте 1928 года авиационный пулемёт Дегтярёва был принят к серийному производству и заменил советской авиации английские пулемёты Льюиса. Дегтярёв тесно сотрудничал с другими талантливыми конструкторами – Георгием Семёновичем Шпагиным и Петром Максимовичем Гриновым. Результатом их сотрудничества стала целая серия пулемётов. В 1939 году на вооружение поступил 12,7-мм станковый пулемёт образца 1938 года – ДШК – Дегтярёв-Шпагин крупнокалиберный. Вначале он был предназначен для пехоты, но затем нашёл своё применение и в других родах войск. Пробивая броню до 15 мм, ДШК был эффективным средством в борьбе с авиацией противника. Когда началась Великая Отечественная война, Дегтярёв ушёл седьмой десяток лет. Но конструктор стремился помочь фронтовикам созданием новых образцов оружия. Поскольку враг был силён танками, то крайне необходимы были эффективные средства борьбы с ними. В очень короткий срок было подготовлено два опытных образца противотанковых ружей – Дегтярёва и Симонова. Симоновское ружьё имело преимущество в скорострельности Дегтярёвское в весе и удобстве действия. Оба ружья имели хорошие боевые качества и были приняты на вооружение. По-особому сложилось сотрудничество Василия Алексеевича Дегтярёва с Петром Максимовичем Горюновым. Молодой конструктор создал пулемёт, который превосходил пулемёт системы Дегтярёва и был рекомендован специальной комиссией для принятия на вооружение. Для Василия Алексеевича это было неожиданностью и серьёзным нравственным испытанием, но на вопрос, какой пулемёт принимать на вооружение, Дегтярёв, не колеблясь, ответил, что следует принимать станковый пулемёт системы Горюнова. Именитый конструктор в данном случае проявил истинное благородство и по-настоящему государственный подход. В мае 1943 года новый станковый пулемёт был принят на вооружение под номинованием 7,62 мм станковый пулемёт системы Горюнова образца 1943 года СГ-43. Фронтовики сразу оценили высокую манёвренность оружия, простоту конструкции, безотказность и надёжность, сравнительно лёгкий вес, упростившуюся по сравнению с Максимом подготовку к стрельбе. Опыт боевого применения с танкового пулемёта системы Горюнова, его замечательные боевые качества привлекли внимание конструкторов танкового оружия. Вскоре было принято решение об использовании пулемёта на средних танках и бронетранспортерах. Преждевременная смерть не позволила талантливому конструктору реализовать многие планы. Государственная премия Петру Максимовичу Горюнову была присуждена посмертно. Талантливым и самобытным конструктором был и Фёдор Васильевич Токарев. Патриарх российского оружия успешно конкурировал с иностранными конструкторами – Браунингом, Маузером, Кольтом, Наганом и другими. Токарев создал около 150 различных образцов оружия. Он один из тех, кто стоял у истоков отечественного автоматического оружия. Впервые с автоматическим оружием Токарев познакомился в 1907 году, а уже через год он ввёл автоматический огонь из винтовки собственной конструкции. В 1913 году винтовка Токарева прошла очередные испытания, опередив лучшие иностранные образцы Браунинга и Шегреня. В советское время Токарев усовершенствовал пулемёт «Максим» образца 1910 года. Сконструировал несколько типов авиационных пулемётов. Большой заслугой конструктора является создание в довоенные годы пистолета ТТ. Но главное достижение в творческой жизни Токарева – это автоматическая винтовка. В мае 1938 года Токарев представил свой, как он считал, лучший из 17 созданных им образцов винтовки. В результате испытаний его винтовка показала высокие качества и была принята на вооружение под названием 7-62-мм самозарядная винтовка системы Токарева образца 1938 года – СВТ-38. Над её созданием конструктор работал больше 30 лет. На базе этой винтовки в том же году Токаревым была разработана и снайперская винтовка с оптическим прицелом. Созданию Георгием Семёновичем Шпагиным знаменитого пистолета-пулемёта ППШ-41 предшествовала длительная работа над многими системами автоматического оружия совместно с Фёдоровым и Дегтярёвым. Это был важный этап становления будущего конструктора. ППШ имел неоспоримые преимущества перед существовавшими образцами. Первая партия автоматов испытывалась на фронте непосредственно в бою. Результаты превзошли все ожидания. Командиры просили быстрее наладить массовое производство автоматов Шпагина. Простота устройства и технологии изготовления автоматов позволили уже в 1941 году, когда часть военных заводов демонтировалась и переводилась на восток, развернуть их производство на мелких предприятиях и даже в мастерских. ППШ лишил врага преимущества перед нашей армией в автоматическом стрелковом оружии. Значительный вклад в совершенствование отечественного стрелкового оружия внёс Алексей Иванович Судаев. Всемирно известный Михаил Тимофеевич Калашников считает пистолет-пулемёт Судаева ППС лучшим пистолетом-пулемётом периода Второй мировой войны. Ни один образец не мог сравниться по простоте устройства, надёжности, безотказности в работе, удобству в эксплуатации. Судаевское оружие очень любили десантники, танкисты, разведчики, бойцы-лыжники. Для изготовления ППС требовалось в два раза меньше металла и в три раза меньше времени, чем для ППШ. В первых рядах конструкторов-оружейников Алексей Иванович Судаев появился неожиданно и быстро. Уже в начале Великой Отечественной войны он разработал проект упрощённой зенитной установки, а затем стал работать над созданием пистолета-пулемёта. Судаев добился, чтобы его командировали в осаждённый Ленинград и непосредственно там принял участие в организации производства оружия. Всему миру известен автомат доктора технических наук генерала-лейтенанта Михаила Тимофеевича Калашникова. Он отличается лёгкостью, компактностью, надёжностью, изяществом. Свой первый образец старший сержант Михаил Тимофеевич Калашников сделал в паровозном депо, в котором он работал до войны, а в то время находился в отпуске после тяжёлого ранения и контузии. В начале войны Михаил Тимофеевич был механиком-водителем танка и видел, что танкист, выскочив из подбитой машины, больше не участвовал в бою. Очевидной была необходимость вооружения экипажей танков компактным, удобным автоматическим оружием. Весной 1942 года опытный образец был готов, однако изготовленный кустарным способом автомат был забракован за отсутствием преимуществ перед существовавшими образцами. Но комиссия отметила незаурядные способности старшего сержанта, поставившего перед собой цель – автомат должен быть непременно намного лучше всех существующих образцов. Очередные испытания новых автоматов проходили в традиционно жёстких условиях. Конкуренты один за другим сходили с дистанции, не выдержав труднейших испытаний. Автомат «Калашников» выдержал всё. Был признан лучшим и принят на вооружение под названием 7,62 мм автомат «Калашникова» образца 1947 года. Калашникову принадлежит также конструктор 7,62 мм единого пулемёта под винтовочный патрон 1961 год. В дальнейшем коллектив конструкторов под руководством «Калашников» создал ряд модификаций образцов автоматического стрелкового оружия. На вооружение были приняты 7,62 мм модернизированный автомат АКМ, 7,62 мм ручной пулемёт РПК и их разновидности. В 1974 году созданы автоматы АК-74 и АКС-74, ручные пулемёты РПК-74 и РПК-С-74 под патрон калибром 5,45 мм. Впервые в мировой практике появилась серия унифицированных образцов стрелкового оружия, идентичных по принципу работы и единой схеме автоматики. Созданные «Калашников» оружие отличаются простотой конструкции, высокой надёжностью и эффективностью. Им пользуются в фармиях более чем 50 стран мира.